у нас очень веселая в принципе это можно все разбить на две лекции но мы начнем сегодня с 1 чем про цвет в целом как он строится в цифровом виде вот это 8-15 бит 32 бита линейные нелинейные гамма преобразования как это все автор эффекте работает выглядит чем отличается ну и как вообще с этим совсем работать как работает зрение человека я пройдусь по таким всяким азам потому что некоторые момент они схожи с цвета цифровом мире ну и вообще чтобы понимать с чем отличается зрение реальное от того что там происходит в цифровом мире человеческий глаз имеет два типа зрительных элементов скажем так вот они правильно фото рецепторов вот правильно называется есть палочки и колбочки каждый из них отвечают за мне либо цвета либо освещенности по сути немножко приближенная телевизионному сигналу ycbcr потом мы дальше разберем или как и америкос и гипер называют потом посмотрим почему это вот и сами эти они тоже делятся на три типа каждый из них отличает либо голубую синий спектр либо зеленый либо красный спектр по сути вот похоже получается вот какой день как бы сверху это был соответственно есть определенный видимый спектр который видит человеческий есть много много нюансов давайте наверное чтобы эти ссылки неким образом вы могли тоже открывать я просто и буду копипастить еще skype кто захочет можно сразу на них переходить и потом либо в будущем очень так подробно прочитать и смотреть в оригинале если бы ты захочешь видимый спектр на самом деле занимает вот такой маленький диапазончик из всего вообще спектр скажем так волну уж понимается что свет по сути волновое излучение которое имеет некую определенную частоту волны видимо свет длина волны начинается 400 нанометров и заканчивается 700 если что-то с меньшей то это ультро фиолетов свыше это инфракрасная вот соответственно если посмотрите сверху тут видно как дальше не распространяется инфракрасная микроволны волны которые используют радарные установки радио телевещание пошло-пошло-пошло то есть вот например у броудкаст вещательные волны у них длина волны измеряется там иногда в километрах даже то есть такая огромная меньше ультрафиолета идут рентгеновские излучения гамма-излучения какие-то космические лучи тоже не очень интересно меня по-другому еще видим инспектор можно перед представить в виде температуры ту которую часто тоже все используют в обиходе в разговоре вы это шкала визна кевином вот в принципе в керринах она измеряется ниже температура тем теплее свет вот например у свечи средняя между полутора и двумя тысячами пеленов температура а свет от голубого числа яркого неба порядка девяти тысяч кельвинов чем выше температура в керринах тем холоднее будет скажем так света температура тем она будет теплее способов все это померить измерить все что касается цвета освещения огромное количество и модели этих тоже невероятное количество мы будем само собой я поэтому и привел именно кельвинов а помимо всех остальных вообще просто учтите что способов рассказать о описать еще не сказать описать цвет существует огромное количество но конечно же нас интересуют только определенные цветовые модели потому что мы используем наши 3d пакеты композные пакеты нас будет интересовать чины джеби в них систему соответственно описание цифровые цветов каких единицах его измерять вообще как вы измерять в том телевизионной модели значит чем там так давайте тогда перейдем после кельвинов Перейдем к модели описания цвета. Ну, RGB, я думаю, все прекрасно знают, что за модель. Это путем складывания трех этих каналов, ядового читания. Мы потом еще посмотрим, как это строится. Создается цвет. Помимо RGB, есть еще такая модель. Она находится на сонных компонентах. Яркостная, это вот Y. Потом PB, это разница между синим и яркостной компонентой. И PR, это разница между красной и яркостной компонентой. Сейчас я подробно на этих всех штуках остановлюсь, вам будет все понятно. Я сейчас быстренько просто пройдусь. В принципе, здесь модель более подробно написана. Давайте я тоже сюда ссылочки вам скину сразу же. Чтобы вы увидели их, кто потом закочит, почитает. Вот, в принципе, как представлена любая картинка в этой модели. Разницы, как правильно, справишься в английский, а по Википедии можно посмотреть. Вот это финальное изображение так выглядит. Это получается тот самый яркостный канал, Y, который. Это разница между синим и яркостью, и это между красным и яркостью. Вот когда они все три вклада складываются, в принципе, вот это есть телесигнал, он так работает. Получается такая финальная картинка. Эту же картинку, конечно же, можно описать обычной RGB моделью, полиграфической моделью SMIC и так далее. Но нас интересуют только, в принципе, эти модели. Давайте проговорим про RGB, пройдем все быстренько по азам, потому как оно работает. Есть, вот у нас, например, обыкновенный черный фон. Он из себя представляет ничего, потому что белый – это сложение всех цветов, это, соответственно, поглощение полностью всех цветов. Поэтому что-то здесь увидеть, нам нужно к черному что-то добавлять. Поэтому мы три наших кружка из модели RGB, красный, зеленый и синий, мы переведем их в аддитив. Сложение, умножение даже, в принципе, правильно, так сказать. Все эти малылись, но проговорю это еще раз. Мы складываем зеленый и синий, получаем голубой. Зеленый и красный – это фиолетовый. Красный с зеленым – желтый, красный – это понятно. Соответственно, если мы сложим все три цвета, то мы получим белый. Вот, посередине белый цвет получается. Это аддитивная модель, собственно говоря, как работает RGB. Вот мы получили стандартные семь цветов. Красный, желтый, зеленый, голубой – не все, точнее. Получаем два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Считаем форму, потому что чеканут – это все поглощенные цвета. С точностью, да наоборот, ситуацию. Что будет, если мы будем из суберного цвета, вот у нас белый, то есть это сложение всех, получается, трех каналов. Красного, зеленого, синий. Что будет, если мы будем вычитать? Соответственно, вычитание – это будет у нас субттракт. Субттракт – это мы сейчас наши цвета вычитаем из белого. Вот смотрите, какой прикол. Это вообще, вот это вот, это синий кружок, но он сейчас отображен как желтый. Почему как желтый? Потому что мы из белого вычитаем синий, и у нас остается сложение красного и зеленого. А красный и зеленый – это и есть желтый. Ну, смешанный. Соответственно, если мы вычитаем из белого зеленый, то у нас остается сложение красного и синего. Это фиолетовый. Ну, то есть суть, я думаю, вам ясна. Смотрите, какой прикол. Когда мы вычитаем из белого, то у нас остается только зеленый канал. Когда мы вычитаем из белого, синий и зеленый, то остается и красный. То есть суть, вы понимаете, мы вычитаем два каких-то канала, и остается тот самый третий, который, наоборот, к черному можно было бы прибавлять. Это суперактивная модель, когда мы способом вычитания все это делаем. Если, соответственно, мы из белого вычитаем все три круга, то мы получим черный. Мы из наличия всех трех цветов, ну, не из наличия, извиняюсь, из белого, из суммы всех трех цветов, вычитаем красный, синий и зеленый канал, и получаем черный. Вот, собственно говоря, как работает RGB модель. Все очень просто, примитивно, да нельзя. И вот все вот эти вот штуки, которые обычно мы с вами тыкаем просто на глаз, это вот просто-напросто формула того, что происходит с этими тремя каналами. Как они складываются, как они вычитаются, с какими способами. Это через какие-то определенные формулы, либо это умножение, сложение, учитание, какие-нибудь соотношения, еще что-нибудь. Это тупо форма, короче, математическая. Нужно просто знать, какие из них, в каких ситуациях используются, причем те, которые используются часто, их там всего этих штук пять смешиваний, их реально нужно понимать. Если вы их знаете, все, считайте. В композе все будет гораздо проще, будете понимать, как это работает. Ну а уж если кто-то здесь собирается работать в нюке, то это просто вообще наизусть нужно знать. Все эти штуки происходят, потому что нюк работает не на слоях, как автор эффект, а именно на каналах. Если ты понимаешь, как работают математические операции с каналами, то считай, что у тебя уже офигенный есть задаток к тому, чтобы быть крутым нюкером. Теперь давайте рассмотрим следующую важную фичу. Что такое черный и белый, и что такое, чуваки, ваши курсоры, если будете меня нажимать на экране, то ничего вам не дадут. Конечно, можно просто попытаться потыкать. Мультиплай – это немножко не то. Это не вычитание. Мультиплай – это, скажем, по некому определенному коэффициенту. Как же тут правильно? Если сейчас изолист, просто посмотреть формулу мультиплай, но это немножко не то. В пульте я имею в виду, если ты мультиплай, не по такому принципу работал. Я бы сейчас хотел нам оложений. Слушайте, ну это реально сейчас, вот, если мы сейчас начнем загребать, то мы к часу ночи не започтимся. Давайте я отдельную тему на эту тему, и мы разберем. Просто я хотел показать, просто как RGB работать, вот, и не вопрос, конечно же, давайте. Там просто есть столько еще всяких штук, которые хочется рассказать. Вот, и если у нас останется время, то мы тогда же берем именно все формулы. Не все, в принципе, ходовые. Смотри, какая штука. Что такое, с нашей точки зрения, обычного человека, который видит вокруг себя предметы, ощущает их цвета, видит цвета, что происходит? Как выстроен вообще этот процесс сам по себе? Если вы видите перед собой, то на самом деле означает, что солнечный свет, который прилетел к красному объекту, он поглотил все цвета остальные, всю длину, все длины волн, которые не соответствуют красному. И только красный отразился от этого объекта. То есть, если мы видим красный объект, то это означает только одно. Этот объект отражает красную длину волны. Он просто поглощает. Соответственно, белый, если мы видим, то это значит, объект отражает полностью все цвета, поэтому белым выглядит снег. Снег отражает все длины волн, поэтому для нашего глаза выглядит белым. Соответственно, если мы видим черный объект, это означает, что он поглощает все длины волн, ничего не отражает, и поэтому у него такой цвет то есть это должно быть достаточно понятно что та же самая как бы модель rgb по сути того же вычитание и наложение то есть если этот объект он как бы поглотил их вычесть они из него и только один остался вот он отразился и наш глаз его принял и мы его увидели вот собственно говоря как работает человеческое зрение почему мы различать различаем вообще какие-то цвета давайте поедем как собственно описывать это все для компов в цифровом мире самая простой способ который вообще был придуман это 8 бит на описание цвета со 6 цветов на каждый канал из 8 бит это означает что у нас не на три канала а по по 8 бит на каждый канал соответственно если у нас в картинке есть альфа то это соответственно еще на альфа 8 бит добавляется 8 бит это 2 8 ой до 2 8 256 градаций с 8 битным цветом можно описать вот только вот вот 16 миллионов 7216 цветов смотрите в чем прикол человеческий глаз состоянии размещать сейчас я пытаюсь найти цветовая чувствительность вот он с темность блин подставал значение то я просто чему это хочу сказать прикол в том что это значение меньше того которое с еще один проснулся кто-нибудь а просто если так будет каждого сотворца то рассказывать дайте ему ссылочку объясните что можно через браузер жить я сейчас просто не найду не хочу на это тратить время прикол в том что человеческий глаз различает меньше чем может описать 8 бит не цвет гораздо меньше чем 16 миллионов вот 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 этого число вот такой прикол поэтому по большому счету если бы не было всяких этих композов и все эти фигни никто бы никогда не заморачивался 16 битами 32 битами всегда бы это все оставалось вот в этом диапазоне говоря как описывать просто соответственно очень удобно работать в фотошопе в афтер эффекте посмотрим новая композицию быстренько сейчас сделала цвет какой-нибудь час и здесь выберем тип отображения 8 битный цвет вот соответственно у нас цвет отображается вот если здесь будет в окошке инфо смотреть вот на каждый канал у нас будет в уделе на тесно на 256 градации от 0 до 255 0 это просто тоже за единицу измерения поэтому блин корм ты можешь зайти так быстренько сброшу где что это не поможет смотрите соответственно а вот здесь в инфо в афтер эффекте можно убирать тип отображения цвета 8 бит 10 бит 16 бит деса молота по сути 32 битами объясню почему если мы использоваться на этой единице в процентах можно посмотреть вот мы сейчас говорим про 8 бит но то есть в том что для того чтобы работать с изображениями 8 бит недостаточно нам нужно гораздо больше нам нужно 16 а еще лучше 32 бит изображение пробки всякие тифы и так далее вот собственно как все это работает 1 битный цвет 2 в 1 равно 20 лет это бинарный цвет заканчивается 8 битным 12 реальные цвета это все эти системы которые были придуманы для писания всяких этих штук нам это в принципе вот кстати дитиме вот видите здесь то самое дитиме показано смешивание цветов эти самых три круга которые мы рассмотрели вот это точно так же работают давайте мы давайте мы рассмотрим на примере как бы это выглядело представление цветов представьте что у нас у нас есть картинка соответственно у нас на каждом описании каждого пикселя в каждом канале есть 32 бита там вообще просто какое-то предельное число давайте мы сейчас посмотрим 32 битное 5 очень просто интересно циферка какая у нас это будет сколько там миллиардов а вот он наверное 4 миллиарда 294 миллиона да точно представляется это почти четыре с половиной миллиарда значений в каждый канал можно выписать это очень много соответственно чтобы проще было работать с таким огромным множественным чисел было придумано такая штука как применять такая штука нормализация что вот у нас сейчас просто тупо работает вот у нас есть это множество вот здесь у нас 0 здесь у нас 2 простите я мышкой визу цветовым пером поэтому шрифт будет карьера у нас есть 0 до этого 2 в 32 степени 32 бита соответственно вот это те самые 4 миллиарда там 260 миллионов и так далее прикиньте что чтобы взять отсюда какое-то значение тут вообще хрен знает что это очень тяжело найти то число поэтому это все нормализовали и приняли для себя правило что вот это вот это 0 а вот это вот это единица и все это множество укладывается от 0 до единицы соответственно значения могут быть как выше единицы так меньше нуля но самое главное что вот это все попадает от 0 до единицы с этим очень легко работать гораздо проще сказать 0 5 чем 2 миллиарда 150 миллионов там еще что-то это и ну в этом есть суть нормализации математического который позволяет решать очень многие такие сложные всякие геморрои что такое плавающая запятая почему-то из 2 бита называют флоу там вообще с числом с плавающей запятой прикол в том что чтобы писать ровно половину мы просто говорим 0 5 все очень просто если выбрать вот какую-нибудь вот эту точку то нам помимо 0 точка там например 2 нужно добавить еще какие-то значения и в том случае когда надо добавлять эти значения здесь добавлять 1 2 3 4 сколько надо еще угодно значений то есть после запятой мы добавляем необходимое количество знаков в этом и есть суть понятия плавающая запятая если можно мы добавляем один знак нужно добавляем 2 нужно добавляем 100 и таким макаром мы можем вот эти дискретизации углубиться в описание конкретной точки вот между этим нулем и единицы почти ну понятно что там есть какой-то предел но для наших вычислений для наших работ он почти безграничны то стремится к бесконечности это описание и это очень круто виска и в плавающей спитой почему вся электроника работает по таким принципам программирования так строится в том что мы не ограничены какими-то идиотскими рамками от нуля там например до 255 либо какими-то целыми значениями про нелинейные и нелинейные гаммы это вообще-то отдельное дело вот думаю что на этом давайте остановимся про нормализацию и вот ее пример того что когда вы здесь открываете здесь есть 8-битная система 10-битная система 16-ти но нету 32-битной потому что здесь получится описание измеряемых в миллиардах здесь есть та самая уже система после нормализации у нас все цвета измеряются от нуля до единочки соответственно если мы выберем пример конкретный космос сделаем заливку цвет сложный вот если мы посмотрим сюда в инфо то мы видим цвет описывается 0 100 1 9 8 0 5 8 0 4 то есть там 5 знаков может быть сколько угодно просто здесь у нас отображается только 4 знака после запятого но по сути вот например верхнее число описано только тремя там уже следующий идет 0 там можно дальше уже не описывать было ну вот все это и есть суть а ну само собой конечно же если мы работаем в 32 битном цвете если мы работаем в нюке то у нас 32 бита в числе используется для альфы для зетов motion там не блюр как например velocity пасс position пасс все 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 эти дополнительные пассы которые вписываются в каналы они тоже 32 битные тоже должны про это помнить тоже учитывать особенно в нюке и в этом операции потому что разные математические операции по разному будут работать с каналом если у них разная бизнес работает автоматизирован и все легко и просто можно говоря мы подошли той самой при всеми которые правильно позже задал линейная и нелинейная гамма смотрите в чем вообще суть прикола человеческое зрение работает нелинейно потому что свет распространяется нелинейно в пространстве и соответственно с эволюцией зрение человеческое тоже стало восприятие зрения света цвета тоже нелинейно что это означает что если например мы включаем лампочку условно говоря на 100 ватт то мы видим одну какую-то некую освещенность если мы включаем после этого лампочку в 200 ватт то человеческий глаз не увидит в 2 раза ярче более 2 раза ярче освещенные помещения мы видим там условно в 1 и 2 в 1 и 3 раза нелинейную зависимость потому что если бы мы линейно видели разницу то мы бы увидели ровно в 2 раза ярче помещение но это ни хрена не работает все же железо вся хрень работает в линейне просто но рендеры рендеры вообще все рендеры работают вне линейки соответственно вы представляете какое чудовищное количество раз должно преобразовываться из линейки в не линейку одно в другое в третье в пятое в десятое ну это вообще идиотский процесс но без него жить невозможно и смотрите ну это вот я статус скину потом посчитать это очень подробно описано в чем суть в том что когда мы берем фотик ну к примеру фотик и фотографируем реальный мир с нелинейным распространением света то фотик превращается в линейный потому что это всего лишь железя она очень легко описывает поэтому нужно было применить некий придумать коэффициент ввести либо еще как-то в реальном те которые работают с изобретением железа видеокарт мониторов от каких-то рендеров фермы еще чего с тем визуализации нужно было решить эту проблему как им перейти вот этот bottleneck как решить эту трамбу с вот этим постоянным преобразованием из реального нелинейного распространения света в системы хранения данных и так далее и так далее их обсчета поэтому придумали тот самый самую гамму вы наверное все сто пятьсот раз слышали гамма 2.2 так вот 2.2 это гамма коррекции в windows системах то есть все видеокарты которые работают в винде они корректируют изображение выходящие на монитор в 2.2 гамма коррекции 2.2 то есть вот этот коэффициент вот эта линия искажения вот если вы ее видите вот она нарисована это и есть 2.2 гамма которая начинается реакция синьки чтобы мы видели ее в нормальном виде не пережженной или наоборот не затемненной соответственно у мака это гамма 1.8 суть в том что вот эта искаженная кривая это и есть нелинейная гамма почему мы все время говорим работайте в нелинейке рендерите в нелинейке пользуйте нелинейные там это штуки а потом наоборот там line rise workspace есть такое понятие как в 3d max то есть это единственный момент когда мы фейковыми либо не фейковыми путями и привести формулы просчета света к максимально физически корректным блин я сейчас представляю у вас на моем мозг не срывается потому что это таким потоком все это выдают давайте еще нибудь так пояснить а ну вот кстати офигенная офигенная линия здесь вот смотрите роль изображения с камеры сохраняется в gpr файле вот на входе вот у нас освещенной сцены jpeg на экране монитора выводится с таким коэффициентом и соответственно суммарный эффект вот так это все выглядит на экране по-нормальному не пережженным или наоборот не затемненным вот вот как изображение работает давайте 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 потому что вы просто ну вот видите сейчас загоняться на эту тему давайте вот здесь посмотрим программу коррекцию тоже полезную стычка на википедии вот собственно как они работают у тебя вот изображением самое главное давайте сейчас это все потыкаем в реально в after effect и не поймем вообще как он работает нахрена вообще все это нужно так гамма вот гамма вот собственно говоря у нас изображение в нормальном стандартном виде у меня все хорошо никаких сложностей у него нет в данном месте у paper смотрите что будет если мы ему применим какую-нибудь определенную а сейчас включить да нахрена все это нужно я же объяснил почему потому что железо не может работать в нелинейном пространстве оно работает в линейной гамме а реальный мир это не света и это все нужно для того чтобы мы видели потом на мониторе нормальную картинку нормальную виду я сейчас например покажу тебе что будет если бы это не происходило мы например выставляем working space srgb мы видим что у нас глубина проекта 32 бита используем сейчас working space что такое так давайте сразу же чтоб все эти вещи не вызывали никаких тоже вопросов что такое рабочее пространство мы сейчас включаем гамма коррекцию рабочего пространства автор эффекта гамма коррекция говорит говорит лишь только о том что мы на мониторе у себя будем видеть картинку с учетом вот этой вот гамма коррекции это не значит что он так будет ее рендерить мы только ее будем так видеть просто видите все соответственно мы можем а трежу working space это как раз таки работать в этом будем то есть мы можем видеть одну гамма коррекцию работать в другой гамма коррекция для отображения на экране это лют так называемые люты лют это look up table таблица преобразования изображений вот соответственно лют это вот та самая гамма которая выводит на экран а working space это гамма для рабочего пространства я еще сам уже запутаюсь пока объяснять по сто раз вот соответственно рабочее пространство для редовских файлов вообще для hd видео это вот hdtv-rexm109 у него одно рабочее пространство упало у него там другое рабочее пространство ржб 3 ну давайте пока для условно возьмем что проект наш working space с наши картинка смотрите у нас будет прикол поэтому сейчас цветовые настройки исключительно нашего tpc мы нашей картинки можем цветовое пространство я не знаю позволяет ли трансляция через тем viewer давать вам изменения какие в принципе не видны вы видите что картинка меняя различные люты видите это точно вот в чем третье working space наш не изменился working space в котором работает сам автор эффект он srgb мы его выстроили только цифрового проекта а я сейчас меняю профиль картинки видите соответственно ура камер могут разные настройки гаммы у разных стандартов телевидения изображения у разных девайсов у принтеров блин ну вы все наверное привыкли уже в современном мире работать сожди тиви но стандартный телик который у нас еще не спорно у кого работает вот в этом пространстве все мы знаем что наша картинка отобразится в таком виде если мы хотим проверить как она отобразится вот она стала светлее если мы хотим посмотреть с обрезанием так называемым это когда точка черного чуть чуть выше и точка белого ниже потому что нормальные телеки ну точнее не нормальные стандартные телеки не выдают чистого черного и чистого белого они у них такие сероватые такие говеные цветы вот вот соответственно все будет красиво потому что видны эти точки заверены подрезались и картинка стала более-менее красивой я вас сильно загрузил и дальше пояснить немножко как это работает смотрите какая штука какая штука есть офигенная все мы вот привыкли да я буду стараться на примеры конечно потому что тут без примеров черт ногу слову смотрите вот у нас стандартный солид солид солиде создал градиент слева светло-зеленый справа темно-зеленый все все очень просто сверху второй солид с масочкой и у него какой-то там физер например 0 все вот так вот картинка выглядит нормально нас ничего не смущает но смотрите какой какой прикольчик если я делаю физер размытие маски соточку то о я вижу у вас там офигенно это хорошо отображается видите чудовищный черный ореол вокруг красного круга ну не красного бордового короче в реале такого быть не может как может из красного переходя в зеленый появляться какой-то черный ореол ну это хрень чистой воды а прикол заключается в том нет бэйзинг не то это лесенка мы сейчас говорим не про лесенку лесенку вы видите потому что вы видите через teamviewer который коряво работает у меня например модно моники нету и потому что я в 32 битах но вещает teamviewer восьми поэтому видите лесенку я говорю не про лесенку вот этот видите тебе поможет мне нужно сделать а вам 32 битную картинку кидать ребят я аж вижу превьюшку в teamviewer вот если посмотрите вот у меня она видна как она у вас отображается но главное видите черный ореол такого быть не может не может из бордового при переходе в зеленый появляться какое-то черное марио вокруг оно должно переходить из бордового в зеленый без дополнительных цветов смотрите какая штука мы находим в настройке это и здесь есть такая замечательная вот такая вот галочка blend colors using 1.0 гамм то есть смешивать цвета используя то есть ком будет смешивать цвета правильно потому что машина считает в линейке она реальный мир вне линейке для того чтобы он выдал правильную картинку нужно ему принудительно сказать считай в линейной гамме чтобы показывать верную картинку ставлю галочку нажимаю вот что ой я даже у вас вижу там картинки есть разница у нас из бордового белье никуда не исчез да но мы из бордового переходим в зеленый у нас нету черного ореола вокруг ну что у вас там все еще нет слушайте давайте попробуем как красивше получится смотрите это получается вот это вот без вот зайдите по ссылочкам и посмотрите о вот на картинке на это хорошо все сна смотрите для того чтобы корректно это композерские пакеты считали нужно всегда учитывать то как в каком на цветовом пространстве работаем это офигительно важно понимать как это все правильно работает если у нас неправильно смешиваются цвета то мы получаем некорректный композ некорректные всякие ореолы вокруг картинок если мы не делаем пряму тепла я тоже они остаются черные неправильно интерпретируем альфы и так далее и так далее и так далее смотрите теперь почему важно работать ну мы тут уже блин полчаса втираем про 8 битов но я так не сказал почему нужно работать в 32 а не 8 битов очень хороший пример вот я отрендарил такой же нет в данном случае не будет в этом участвовать будет участвовать трамбл депса если ты его делаешь не 32 битных если он 8 битных то будет лаж может работать по нормальному при 8 битном диапазоне только 32 битных больше не каждый ну сейчас две секунды ребят вот смотрите давайте про кантик от фрешлевта ага кантик от фрешлевта это корявость самого софта и способ его лечиться уже говорили что нужно рендерить в RPF и он будет более-менее нормально делать хотя я в принципе скажу что я все время делаю или CR или тифон 32 битных в принципе все нормально работает ну и антилайс конечно же включаться давайте допустим еще будем нужно долго тут рассказывать я продавил картинку вире в синеме специально чудовищный овербрайт пережженную преосвещенную вот это у нас картинка вот 8 битов соответственно а справа вот это вот это тиф 32 битных смотрите какая хрень что будет если я попытаюсь выровнять цвет у этого изображения кривые я начинаю пытаться какой-то контраст получить не знаю у вас там фигура видно давайте я тоже скриншок сделаю самое главное это вот вот эти зоны сброшу посмотрите в этих зонах нет информации они просто тупо посерели то есть мы не видим перехода от вот этой фронтальной стены с аркой к стене слева то есть это просто все посерело и никакой никаких красивых моментов мы не смогли из этого вытянуть потому что картинка была в 8 битах то есть информация в over exposure по-английски в пересвеченных зонах отсутствует так же как и отсутствует информация в затемненных зонах где ниже нуля освещенность то есть там ни с чем работает ничего не вытянишь у нас то же самое было 32 бита я просто беру опуск просто делаю поконтрастную картинку и в тех же самых местах в тех же самых местах у меня все есть у меня есть информация с которой я могу работать я могу быть туда все там остаются все все места необходимы там небо есть все 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 это первая самая главная причина по которой нужно работать с 32 битными изображениями изображением. Только таким макаром вы сможете добиться нормальной, красивой, естественной картинки. Вам не потребуется перерендер, если вы что-то там накосячили и так далее. Теперь, почему нужно работать в 32-битном пространстве внутри After Effects? Смотрите, я применяю Blow стандартный. Сейчас я тут надо было делать. Зоны. В 30-х более естественно и правильно обсчитывается, чем если бы у нас проект был настроен в 8... Вот, смотрите, я сейчас покажу, как работает Blow. Вот настройки Blow в 8-бит в After Effects и вот настройки в 2-бит. Сравните. Вот теперь посмотрите разницу. Вот вам 2 картинки. Blow, примененный в 8-битном пространстве в After Effects и в 32-битном пространстве. Все видите? Мало ли, как хреново на скриншоте просто. Пишите, я дальше немножко перееду. Вот сус нужно переключать в 32-бит всегда для того, чтобы After Effects работал в правильном в правильном цветовом пространстве. Мог во всем диапазоне обсчитывать наложение, смешивание, чтобы он мог считать яркость выше единицы. Джасмин, на нем круглый гол, так будет видно все на картинке. Нет, такая смысл. То же самое получится, ребята. Посмотрите. Так, смотрите, еще какой прикол. Вы извините, мини-реклама моей конторы. Просто я когда своим ребятам рассказывал, это очень клевый пример, тоже почему нужно использовать этот 32-бит вместо рекламы, например. Смотрите, вот у нас есть JPEG и есть тоже 32-бита. Тоже я взял пересветил специальные стрелочки. Вот видите, вот здесь информации сверху в кантике нету никакой, нифига нету, тупо белой. И на самих стрелках тоже ни хрена нету. Просто тупо белой. Вот я беру в JPEG и пытаюсь верхнюю точку голова прижать. В итоге что у меня получается? Просто тупо серый. Никакой информации там не появилось. Я не увидел, что у меня было скрыто в пересвеченных местах. А если бы я сделаю то же самое для 32-битной картинки, начну опускать точку белого, то смотри, что получится. А у меня все есть. У меня там есть сверху все царапинки, все здесь сохранилось. Ничего никуда. Нет, это вообще не имеет никакого значения. Ты рендеришь в 32 и в 8 бит совершенно с одинаковой скоростью. Ничего не жилет. Оно вообще смотри, в чем прикол. Твой рендер-движок независимо от пакета работаешь ты в мае, в гудине, в синеме, всегда рендери там внутри у себя в 32-битах. Он не может работать в 8-битах. Прикол в том, что ты сохраняешь не в 32, а в 8. И работаешь с кастрированным материалом, который кастрирован на этапе сохранения из рендер-движка в внешнем и в исходном уже фасе. Рендери только в 32-битах. Всегда. Сам движок работает в 32-битах. Но как бы лишая себя преимущества это очень легкий подбор. То есть ты себя урезаешь по самой, не знаю, по-лучшей просто. Причем начинать. Тебе по-лучшей урезаешь. Вот в чем прикол. Я беру сейчас копирую курсы. Эти удаляем. Ну, чтобы одинаковые совершенно были настройки. И сравниваем картинку справа и слева. 8 бит и 32 бит. Делаем выводы. С каким материалом можно работать? Время рендера обоих в 3D картинок с точностью до сотых долей одинаково. Нет. Нет. Это исключительно твои внутренние ощущения. Рендер движок любого 3D пакета внутри работает само двигло в 32 битах. Он вообще не умеет по-другому рендерить. Прикол в том, как ты сохраняешь, а не в том, как оно рендерить. Вот и все. Поэтому законните. Аналогично давайте здесь иглу покажу, что будет. Если мы кинем на иглу, чтобы уже совсем раскрыть тему 32 бит. Компози будет дольше читать пакет. ему будет сложнее ворочать 32 битные файлы, потому что они тяжелее. Соответственно, конечно же, он будет потом композ прога будет дольше рендерить финальный файл. Тупо потому, что ему нужно быстрее читать. Но для этого есть очень простое решение SSD. Покупаешься SSD-шник, и проект, с которым ты работаешь, копируешь Work папку на SSD-шнике. И все у тебя будет то же самое, как с 8 бит. Никогда Николай Геннерой это не получишь. Но в целом, конечно, чуть медленнее. Так, тоже давайте в школу там какое-нибудь настроение. Вот, вот, видим лоу. Его же копируем с этим же настройками на 8-битную и вообще не хоряем, потому что у нас значение порог яркости. Что будет, если мы его найдем? Оно тупо все как говно маревное. Короче, какой-то засветится. Вот вам разница. И опять же, это мы сейчас говорим про 10-битную картинку. Если мы переключаем проект в 8-бит, мы получаем вот что. Получаем треший угар неинтересный, некрасивый. И 32-битное изображение сразу потухает. А, кстати, да, это что же нюансы, извините, чуваки, самое важное я сказал. У нас 30-битная картинка. Если мы проект оставляем в 8-битах, вот здесь вот, 8-битное цветовое пространство, то если не опускаю уровни, это вот все у меня здесь будет урезаться точно так же, как в 8-битном джиппичем прикол. Равномаривная, да. Вот смотри, смотрите, какой прикол, да, то есть у нас исходник офигенный, в 2-битах сохраненный весит чего знает сколько, но выглядит тоже чудовищно. Все потому, что отрендерил 32, но забыл переключить из 8-бит цветовое пространство в 32. Включаю, все, пожалуйста, все на месте, все красиво, все как нам, все работает. Включаю углов, все светится тут нам, все красиво. То есть мало в 32, отрендерить, нужно в 32-бит на пространстве работать. Так, поехали дальше. Что у нас тут еще? Я рад, что это вам помогает сегодня. А теперь, знаете, что самое страшное, что если вам это открыло глаза на мир, мы реально прошли только одну, наверное, хорошо, если седьмую или восьмую, того, что вообще как бы все там подходы работы с цветом, как это все происходит. Погнали, погнали дальше. Смотрите, я нашел специально в инвекции пример очень низкокачественного видоса, предназначенного для Кея. Почему низкокачественного? Да, вот, вот, вот эта вот фраза просто тутеры-куютеры все можете выкинуть до тех пор, пока вы не выучили мальчать. Мне вам ничего не дадут, если вы не понимаете суть того, что там происходит. Смотрите, посмотрим на картинку в RGB. Видим, что красный просто полный трэш в шуму, зеленый, ну, чуть-чуть получше, и синий более или менее, потому что у нас синий хромат сзади. В или менее нормального виде. Мы, в прошлый раз, уже, кстати, обсуждали, после лекции забыл имя чувака, как рассказывал, мы обсуждали, почему зеленый всегда самый клевый, потому что человеческий глаз различает больше всего зеленых оттенков. Объясню, почему. Потому что видимый цветовой спектр, зеленый в составе находится вот примерно вот такого огромного количества, и он находится ровно посередине видимого пространства нашего. Соответственно, человеческий глаз больше всего заточен не под какие-то крайние значения ощущаемого нами цвета, а именно под вот эту центральную часть. Поэтому зеленым различаем лучше всего. Соответственно, чтобы закодировать цвет, который человеческий глаз различает лучше всего, больше всего информации при кодировке используется на зеленый канал. Поэтому логично кидать на зеленый фоне. Да, зеленый запротитовать правильно. подверху. Вот. Смотрите теперь конвертацию. Есть такая штука, называется Channel Combiner. Стандартный эффект. Подключим сейчас. Мы можем при помощи этого эффекта конвертировать цветовое пространство из одного в другое. Мы сейчас видим картинку в RGB и хотим ее конвертировать в то самое пространство, в котором работает обычное телевидение. UCPCR это все не забываю это слово. Как оно? Декомпонентное пространство. Там здесь строится на разнице. У нас есть яркость и два канала с почитанием. То есть конвертируем его RGB вот здесь называется U Y U Вот он. На эту картинку не смотрим. Она для нас в визуальном плане ничего себе правильно не представляет. Главное это каналы. Вот это есть яркостный канал, который Y это CB это разница между синим и яркостью и синим. Яркость между ой, нет, вот это синим и яркостью, вот это между будут. теперь смотрите, как правильно починить корялое видео. Уберем блюх, ченнел блюх, и синий канал. Размываем синий канал, например, пятерочку. То есть, по сути, хоть мы как бы размываем синий, на самом деле мы сейчас размываем канал CB. Это разница между синим и яркостью, потому что цветовое пространство, в котором сейчас находится картинка, это Y UV. Соответственно, теперь после этого всего нам нужно вернуть как было из UV в RGB. Вот оно становится все равно. Вот если мы сейчас посмотрим теперь вот. Вот, да, вот здесь будет разница видна. Вот науки, я не знаю, как нахреново очень видно из-за вообще вот сейчас крышку не сделаем. Смотрите. это безразвитие. Посмотрите, видите, не видите. То есть мы работаем для того, чтобы вытащить заваленный, испорченный материал не с обычным пространством в After Effects, а конвертируем его ухо поджалось. Ну, как поджалось, скажем так, в самом деле там шум поджал. Когда в Киев будет работать эту картинку, это такой в нюке эффекцию он никогда никем не используется, потому что все, кто работает в Авторе, я обычно ни хрена вообще понятия не имею в этих пространствах. А в нюке ну это вообще классика жанра просто. Так, для Макаре. Есть еще такое понятие, как цветовая субдискотизация. Что это такое? Для того, чтобы не хранить вообще откуда вот этот вот UC, U, CBCR тип кодирования цвета. Если бы вещание телевидения происходило в RGB с этого модели, то не хватало бы ширины полосы для того, чтобы все это вещать, потому что очень много информации необходимо передавать. Нужно передавать целых три канала, каждый из которых очень подробно описывает изображение, вообще-то полная жопа. Технологии тогда это не позволяли, пришлось этими изгаления какие-то придумывать способы. Поэтому придумали, что по-шути вещают канал яркостный и два разницы. то есть по сути такие половинчатые каналы, которые при составлении с основным и выдадут тебе финальную красивую картинку. То есть инфы нужно передать гораздо меньше, нежели RGB-системы. Соответственно, мало того, что даже это не могли нормально передавать, им пришлось придумывать субдискретизацию для того, чтобы различные всякие эмбегии и проще всякие сильно ужимающие кодеки могли записать все то, снималось на старые всякие нехорошие цифровые карты. Соответственно, это все таким... Наверное, все тоже про эти циферки слышали. 411, 420, 422, 444. Добавляйте, скажу, это вообще трешилдар. Вот. Суть в чем? В том, что мы стараемся помимо и так кастрированного вот этих двух каналов с разницами Сьера и Сиби, вместо того, чтобы передавать их полноценными, мы их еще больше кодеваем. Стараемся максимум... Вот, например, 411, мы оставляем 4 пикселя на яркостный канал, на Y, а Сиби, Сиера и Сиби, это получается из 4 пикселя сохраняется только один. И получается вот такая вот модель. 420, это, соответственно, на третье вообще ни хрена не сохраняется. Вы лучше это прочитайте, если хотите подробно загнаться на эту тему. Но прикол в том, что РО-разрешение это 3 четверки. То есть, соответственно, если вы хотите получить нормальный изъятник и общий с топкором, то 2212, а лучше всего 4444. Это фактически рожка. Это для модели, опять же, UCRTB, это рожка. И RGB, это, РО-это, когда 10 бит сплавающий, пока камера покруче нет. 16 бит еще камеры, пока не пишут. ПОЛОЧИТ максимум. Уроды, по-моему, есть попытки 12, но выше десятки пока еще не сходят. Так, Господи, что, что мы еще-то рассказать, сейчас пытаюсь сообразить. а хочет удариться в супер хардкор, все то, что я рассказал, выучить гораздо лучше, чем я, и будет вообще просто отцом цветоклора, то до этого достаточно, ну, не цветоклора, вгонюй, цветоклор здесь ни при чем, не цветоклора, а понимание того, как это работает, то есть ультра-крутоклора, такая штука, чтобы я помнил, где она находится, по-моему, это находится в разделе, кстати, она уже есть все тырьяная, лежит на тормтах, вот, ребята, Milk Color Masterclass part 1 и part 2, смотрите, и после этого, ну, правда, это будет очень тяжело посмотреть, там 10 часов жесточайшего хардкор, вот, то, что я рассказал раза в 3 глубже, просто рассосано все там такое вообще просто, ватт, но это будет зато очень полезно, вот, если кто-то там что-то не поймет на уровне формулы того хардкора, которого ты поясняешь, я готов помочь, потому что я этот курс пересмотрел раз 5 и все равно и все запомнишь, свин, только свин, как бы, что, исходники, они здесь, а остальные, пусть мы на торрентах поискать, оно лежит, на этом, на CGPersia точно есть, я сам оттуда качал, вот, настоятельно рекомендую для хардкорщиков посмотреть, так, ну и давайте, наверное, умер, как вы еще, живы еще, есть желание еще послушать, что прошелся бы, на самом деле, пояснил бы, такую, очень вводную часть по цветопору, про коварфайдис, вообще, как он работает, окей, и все, я понял, наплайм, знание, это хорошо, так, ну давайте, возьмем вот, картиночку, там, там, у меня, вот, выберет, фунгальный пол, да, ошибись, все вернем в обычный стандартный исходное состояние, нюансик, 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 раз я уже так в 32 бита ударился, давайте пройдемся, смотрите, если вы рендерили в синими, в 32 бита и сохраняли в 32 бита, то когда закинет на сериал, в автор, опять же, не внюкал, в автор, он будет выглядеть у вас, он будет у вас вот таким образом, очень сильно пересвечен, нереально сильно пересвечен, что это означает, что вся инфа, в которой информация о цветовом пространстве и о том, как описан файл, находится вот здесь вот, если мы выбираем обычный файл, какой-нибудь, по ндшечку, мы видим миллионов калорс, миллионы калорс это те самые 8 бит, не интерлейст, без через строчки, обычный прогрессив, миллион, миллион калорс, а если мы берем тиф, 32 битные, мы видим флотин-поинт, это 32 бита с плавающей запятой, в линейной гамме, в, линейка, означает то, что мы сейчас видим его неправильно, потому что комп, не комп точнее, извиняюсь, автор эффект, не конвертирует ему, не делает ему гамма-коррекцию, он вводит его нам сейчас в линейном виде, поэтому он выглядит ни хрена не так, как должен, он выглядел нормально, мы должны, без ход кеев покажу, вы должны запить предфутаж, правый кнопок, предфутаж, main, зайти вот сюда, тифка, management, и поставить галочку preserve rgb, что такое preserve rgb, это исключить, не обрабатывать этот файл, вывести так, как есть, то есть он в правильном виде, должен выглядеть именно вот так, всем трикным файлом, включая Z-каналы, пассы все, делайте preserve rgb, потому что автор эффект это не до композерский пакет, с ним надо вот такой тип делать, нагалку preserve rgb ставить, в нюккетах делать не надо, ни в коем случае на нюк, всех переходить, я успешно ставлю галочку и не беру себе в голову и работаю замечательно, хотя как только хардкор, тут пожалуйста, вопрос, так, ну вот, давай пройдемся, помыть, это моя самая, самая, самая любимая плагинена, которая есть в афтерэффекте, просто обожаю, покупать его не надо, вводим вам что, майк нет, и он у нас автомат, он идет сразу же по умолчанию, с последней, кроме нечего, марк хрома, да, но тоже хоррик, я просто обожаю этот плагин, он самый крутой, который есть для работы с цветом, он во-первых, в правильном цитовом пространстве работает, очень грамотно, гоняет все цвета, сейчас он подгрузится, подождите, о, ну, теперь хардкор пошел, готовьтесь, так, наверное, стоит пройтись по, по интерфейсу, вообще, что здесь такое, комбла, это комбинирован, не просто вводится, все подряд, что здесь есть, референс, если на можно подгружать, референсную картинку, по налоге, с которой мы бы хотели, это курить наше, наше, соответственно, справа находится, да, маску реально доставай, хочу вообще быть только хардкор, Luma, это тот самый, яркостный канал, но в виде телесигнала, вот если вы хотите, именно как теле посмотреть, вот этот Y яркостный, вот он, вот так он выглядит, то есть, реально на теле будет уходить, от нуля до ста, но здесь есть, вот какие-то значения, чуть выше сотни, чуть ниже нуля, какая-то хрень, как фильм, ничего не сверху, нормально, нормально, сейчас поясню, что это такое, Luma, это яркостная картина, отображение, вот этого нашей картиночки, то есть, если вы посмотрите, вот здесь у нас находится, самое яркое пятно, на нашей картинке, соответственно, ровно посередине, мы видим, вот этот вот самый яркий, ну пузырь, типа, скажем так, вот яркостные значения, слева, вот у нас тут самое черное место, вот оно, 0, это, соответственно, чернота, сотни, это белый, ну, если кто-то, вот такое, и здесь мы увидим, за счет пузырьков, огромное количество всяких перепадов, в темной зоне, именно в темной, вот они, есть все эти перепады, если мы посмотрим в RGB, выглядит вот так, вот это красный, зеленый, синий каналы, последовательность, это просто ниже, это RGB плюс яркостный, это телевизионная модель, та самая разница, яркость, потом получается CB и CR, то есть это между, разница между синей, яркостью, между красным и яркостью, реально скажу, что вы все их использовать не будете, вот это охренительно полезная вещь, это вектороскоп, в принципе, он существует на всех цитокорных студиях, и на телестудиях он существует, вообще в аналоговом виде, от типа оляк и костелограф, чем эта штука полезна, тем, что вы можете идеально цитокорить кожу человека, по этой штуке, то есть вот здесь посередине, это черный, когда мы удаляемся в какую-то сторону, мы выбираем какой-то определенный цвет, то есть черный и белый, они вот здесь посередине будут, а здесь это как бы с увеличением сутерейшина, будет уходить в какую-то из сторон, наша картинка, как мы видим, много имеет цветов, между красным и желтым, вот такими, вот соответственно основная масса, вот она сюда и уходит, вот red это красный, red это синий циан, грязь зеленый, смотрите, что вот это вот за точечки, это так называемая мишень, все, наверное, из вас видели, кстати, точно, слушайте, я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу, цветовая мишень, сетка вот телевизионная, которая у нас, такие там полоски разноцветные, как она правильно называется, сохраняется, охраняется, ой, ссылку, тут, 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 просек, ах, ты шьё, этим штукам мы можем устраивать можно устраивать вот эти точки видеть идеально синий вот он будет находиться здесь вот все вот эти вот чистые цвета они будут находиться подать ровно вот в этот квадратик должны посетить на возьмем красный у нас будет красиво сделать чтобы это увидели просто побольше сделают где что странно здесь все есть надо короче найти нормально мишень красивая сейчас покажу будет что потрачу эта штука позволит строить телек правильно сетку и так далее вот для этого собственно говоря вот эти вот на вектор скопе есть вот эти вот точки и то что подстраивать по неправильной мишени чистый красный должен оказаться в пределах вот этих квадратиков важен то чисто здесь вот эта вот линия вот этот лучик это означает цвет кожи человека стандартного европеоида при стандартном освещении этих линий всегда можно выстраивать спокойно цветокор кожи если на супер хорошо 0 стандартный левелс инстаграма это кривая курс обычный а здесь всякие файлики подружать людей то вектор скопа так то есть чтобы понять как это работает давайте перейдем в какую-нибудь стигать сразу же видим как справа происходят какие-то определенные изменения мы можем цитокорить соответственно мы можем работать опять же в трех помимо основного мастера такого влиять можем на три зоны на хайлайты на металл середина и шагуус это тени соответственно вот я сейчас включил специально luma ranges это те самые зоны которые сейчас собственно понимает как вот белым это хайлайт и серым это середина и черный это тени но мы можем их поменять здесь вот потому что прошить хайлайты тени подопустить можем пулять соответственно теперь когда мы будем здесь настройках тягать хайлайт вот на вот эту вот зону вот это вот смотрит сейчас ради интересы в синий опу или вот видите она в синюю покрасилась эту картинку давайте сейчас резать нём вот мы например хотим создать и такое какой-нибудь интересное теплое настроение хайлайты подгоним повыше научиться что у нас вода в тенях находится воду можем сделать похолоднее у нас получится что-нибудь по такого ну и всю картинку можем в целом чуть-чуть подтеплить или набрать чуть-чуть подхолодить может быть как угодно можно работать чем еще круто вся эта тема то что мы здесь видим от 0 до 100 что у нас нет чисто белого здесь вот никуда не уходит чисто белого имеется выше значения нету и нету значения равных единиц и нету значения равных нулю можем зайти в обычные кривые черный опускаем 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 вот у нас тут реально черный можем увести в реально белый это место теперь будет чисто белый нет еще пока не чисто белый это это я сейчас не по цветокору если что рассказывать я просто такой тип предварительные при лекции потом мы будем очень подробно каждый стрим можно контрастом фигаре формация либо в белом либо плотно в черном находится а почти не черта нет если сделаем наоборот наоборот все сместиться к середине получится вся инфа в середине находится сверху снизу черта нет но кличный способ конечно просто чтобы вы имели поставить можно просто тупо кривой подсотоковить уже правильно было замечено здесь есть ультра крутой секундарь коррекция например мы хотим такой риск вот это именно синюю зону в разных местах потыкаем исключительно только в воде посмотрим выделенную зону попали ли мы масочкой в принципе с большого большого попаливать теперь на вот эту воду влиять вот мы можем потеплее угодно поместили подкрасить увеличить уменьшить сместить короче как угодно можно покрутить предлагаю наверное сегодня на эту тему сейчас я еще пару моментов покажу закрыть потому что если мы честно чего-то обсуждать очень надолго я не хочу какие-то такие повышка обратить я хочу на примере колорфолиса очень подробно вообще рассказать про цвета гор каких-нибудь сложная картинка как там сделать из дня ночь какие-то как вписать отрендеренные 3 видео как подогнать цвета баланс не освещенности там теплая холодно просто это реально не полагаетом на 2 лекцию как минимум на одну еще рассказывать покажу еще на эти штуки про которые мы говорили вот смотрите 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 картинки вторая из них 16 бит сначала я покажу на 8 битный беру поднять захожу у него и что я вижу вот у нас есть цветовой диапазон я кривыми попытаюсь сама суть посмотрите вот опыт помнить мы кривыми вот это место опускали затемняли пытались туда получить какую информацию видишь что там находится за этим пересветом соответственно все что находится пересветом там вот выше что мы там просто не видно что там находится сверху соответственно я вот она выглядит видите как плоское говно отрезанное там сверху ничего нету поднимал не опускал там ничего не появляется мы просто отрезан все вот это есть 8 бит там просто ничего не существует и как бы я не вытягивал как бы я . черного не поднимал как бы . белого не опускал ничего не изменится потому что там тупые нет ничего быть ничего не может вот видите даже если мы здесь посмотрим то просто совсем по-другому а там еще инфы не бери она она оттуда он валит 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 и валит давайте тоже внукова тоже включил пост выделяется первоначальная стадия видеть одинаковая как у вас не любит ничем не отличается но когда я начинаю пускать уры смотрите она не оттуда вытягивается тонны инфы лезет 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 вот он только край вот только сейчас он нашелся почему-то край выглядит не плоским говном отрезанным где у нас вся картинка ну просто как откладывалась понятие клэмп клэмп это отрезать выше какого-то значения определенного он есть даже кстати у обычных лавров во вторых я сейчас покажу как работать с 32-битным изображением переключатель так вот если она нет клэмплены она полноценная смотно едем на нее посмотрим оси черном том черном что нет ничего у нас есть у нас возможности как тут можно изобретать изображение как тут можно было играть высокую тут огромные бесконечный по контрасту по всяким звонам который хотел эти угодно можно изгадаться вот в этом да да чувак это все что 8 к стрекше дичайший соответственно подкручен соответственно можно как угодно подбавить синий верхах тепленького наоборот можно фигануть можно просто процесс сделать классический тут сюда так сюда так здесь то что хочешь все работает смысл на конкретной работе что что имеется дома конкретно ну он хоть у возьмем конкретный видеоматериал и возьмем у отца такое с разных камер пропереть могу среда могу с алекса кусок ну то есть мы реальные видео не чипер какой нибудь с интернету а реально с камер что было понятно как как оно происходит и рассмотрим хорошо снятый видеоматериал и игорю на сложно не понял просто вообще что своими скинуть давайте давайте конкретного примут возьмем с композит ваш какую-нибудь цену прямо у сложен посмотрим какается такое как это все загнать одну другое как паса собрать ну то есть не вопрос самое главное вы же помните что мы должны такой то есть как сделать эту картиночку вот выберите какую-нибудь цену я ее соберу вместе со всеми там пештиками задепсами цветокорами недавно кстати бутылку делал продал я продвину хрен иду будет остановить или ваше что не скажу что захотите как вы решите так про эту штуку то есть 2 бита я думаю я мы показал как работает а ну аналогично вот на этом статье щеку вот видно изображение сейчас до секунды будет работать смотрите какой то сейчас трошула и хрена не виних на них она начинает упускать а там вся есть не с начинаем подтягивать более или менее равномерно располагать по по цветовому полю ну что я хочу чтобы как масло вот это вот вся была не не смещена к верху либо книзу а для того чтобы консент браузера да не продал молча он интересный чем не давать уже хардкорно прием пораде специально что-нибудь под это хочется что-то красит ну вот за что я люблю фонезы то что он очень наглядно тебе показывает что ты делаешь с проектом вот эти цена сейчас очень холодно на если зайти в ржб посмотреть нас видно что явно синий канал в завтра цена векса здесь не можем его припустить на уровень ой назвал на уровень красный таким образом баланс белого легко не попадешь ничего сложного чурки учил даже можно конкретно прямо на разобрать вот на этой карте нет здесь нет точно так же как в фотошопе вот это сделать это точно так же делается и в авторе блин давайте можно прямо конкретно что-нибудь похоже забрать как получить такой цвет здесь реально ничего сложного нет он берет просто по определенным зонам все это разбивает вот прям как фотошопе точно так же это и в авторе работает таким же принципом есть конечно пару твиков интересных один из них кстати могу сейчас показать какой нибудь горюненькую горюненькую фоточку сейчас такой лайфхак некрасивый бейс какой нибудь интересно не контрастную фотку интересно не контрастную фотку интересно не контрастная фотка и кранить картинку и кирюки сейчас покажу ну прикольно просто очень вот девчонка берем обыкновенно без вероятного можно без вероятного разница это вот кстати тоже по моему этот трик кино этого оттуда такой такой же категории берем 5 шарпов аншарп масков у первых делаем радиус 300 поделаем радиус 150 вот эти 85 первые картинки сделать кино что называется и mount ставим пятерочки для начала посмотреть что получится мы таким макаром получаем это вот особенно на 3d рендерах работает просто не круто когда 3d шнекунись головной неинтересно запиливаешь оно получается ультра круто смотрите кинул несколько шарпов но она сразу будет очень куда бы на пленку снято вот потом как правильно пацаны говорят варп хрома ну это святое потом обязательно фильм конверт про сверху и что там еще такого изняк что ну и файмис файмис тут вообще он сразу же все вообще вырубит файмисом просто заходишь зончик у нас внизу провалены сразу же файмис файмис больше контраста так любую сейчас вот тени у нас будут вот так молодец еще Теплее и наоборот похолоднее. Не потеплее. Низ чуть-чуть при зелении. Оп. Все это более тепленькое. Буквально за три секи мы просто на глаз радикально изменили картинку. А это? Если нормально загнаться, посидеть над кожей, позагоняться над всеми остальными. У нас точка черного призывания. Сейчас мы увидим его завтра. Короче, потом можно поразбирать. Очень хороший пример. Мне нравится, что с этим привели. Можно очень непосредственно возвращаться, посмотреть. Наверное, типа, как бы на сегодня, на сегодня, наверное, и все. А, ну вот такой можно потом как-то такое делается. Когда все такое совсем другое. То есть, что наоборот. Я ссори. Открываю. Что нужно, как только сезонок сделать или что? Все? И хорошо. А, это твой проект? Ну вот, тут и дарашечки, кстати, есть, я вижу. Дароматические, справа, поползли, ну, видно, что у тебя, по-моему, как-то не очень в 32 бита было смешано. Ну, что очень странно, вот этот момент перехода выглядит. Лукс? Ага. Очень быстро и сердито, то нормально. Но лукс я вообще никогда не... Я даже его не ставлю себе. Вот еще есть более-менее приемлемый, это колориста. Но все равно, ничего хардкора не фонится, нету. Это честный инструмент. Он позволяет сделать все. Вообще, вот еще вот эта такая штука классненькая. Тут тоже можно быстренько подкрутить. Дарашки, в принципе, более-менее не такие интересные. Он позволяет достаточно так. Это очень крутой secondary color correction, который позволяет выделить нужную зону. И, соответственно, можно чуть-чуть даже кожу подправить. То есть такой параметр, как поп. Возгоняешь. Не так сильно, конечно. Чуть-чуть. Оп. Можно, соответственно, saturation приезжать. Еще чуть-чуть. Ну, короче, полезная штука для... Лицитокора вторичная. Мастерин. Заканчивается. Всем спасибо, что выдержали. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok